Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители. Это передача Академия на грядках. И сегодня мы в теплице, в гостях у Елены Сергеевны Цилютиной, руководителя клуба Академия на грядках, дворца культуры нефтехимик. Здравствуйте, уважаемая Людмила Васильевна. Здравствуйте, уважаемые теледрители. Что, Людмила Васильевна, вопросов много. Елена Сергеевна, конечно, мы же вот теперь у вас в теплице. Мы когда-то снимали, когда вы только-только высадили помидоры, рассаду помидоров, и вот теперь видим красные помидоры. Как приятно на них смотреть. Ну что, это лето радует или нет? Подводить итоги можно или еще рано? Знаете что, Людмила Васильевна, я вообще сибирячка. Всю жизнь прожила в Сибири. Такого лета я не помню, чтобы такое лето когда-нибудь было. И вот в этом году можно вообще подвести итоги, и не итоги, а возможности наших овощей. Ну, правда, немножечко неполадки у нас с ягодами не вся сохранилась. Но овощи показывают такой потенциал, что я такого не помню. Поэтому в этом году можно, конечно, о каждом сорте, которых здесь всего 60, конечно, о 60 сортах просто у нас не хватит времени, чтобы сказать, но все-таки о самых лучших сортах, которые дали такой высокий урожай, мы сейчас постараемся показать и как можно больше рассказать. Елена Сергеевна, что Вас больше всего порадовало в этом году? Ну, в этом году, ну, не только в этом году, не только я, а многие наши члены клуба Академии на грязках получили семена и томатов, и других овощей. Но так как мы сегодня говорим о томатах, то я скажу, что вырастили эти томаты, они мне их приносят, посылают фотографии и очень радуются новым сортам и гибридам, которые нам удалось в этом году получить. Конечно, многие любят, ну, какие-то постаринки, вот на одном сорте остановились и выращивают. Я думаю, что так делать ни в коем случае нельзя, потому что, ну, вот такой год, что какой-то сорт не показал своих потенциалов, не дал урожая, а другой сорт показал, что, посмотрите, какой я урожайный. То есть разные надо садить? Надо садить разные сорта, надо садить и красные, и розовые, и желтые, и черные, и черри, которые мы сейчас все посмотрим, и выбирать самые лучшие, чтобы не получилось так, как у многих в этом году. В этом году, когда такое необыкновенное лето, когда ночные температуры чуть ли не 20 градусов, такого не было никогда, и вдруг не получились томаты. Для меня очень это удивительно. Но, Людмила Васильевна, я, конечно, могу сказать, почему не получились. И на что надо обязательно обратить внимание даже на следующий год. А вот сейчас еще не поздно? Нет, сейчас уже поздно. Конечно, сейчас мы подводим итоги, сейчас уже ничего изменить нельзя. Но вы же не поставите вновь. Обязательно надо все-таки садить проверенное, урожайное. То, что в наших, вот в любых условиях даст урожай. Даже очень многие наши садоводы, которые ходят на занятия, говорят так. Завязалось 3-4 кисточки. А жара-то какая в теплице. А остальные не завязались. Ну вот я вам, вот мы стоим с вами около одного из гибридов. Это из моих. Вот, давайте на него посмотрим. Это гибриды, да? Это гибрид, конечно. А в два стебля. На каждом стебле, вот посмотрите, по 7 кисточек. По 7 кистей, нижние уже убраны. Конечно, уже давно сняли. Три, четыре, пять, шесть, семь, там восьмая. И вот посмотрите, вот последний и завязывается. И он обязательно завяжется. Вот мы прищипнули. И нет ни одной кисточки, которая бы не завязалась. А почему у других не завязывается? Во-первых, первое, о чем я должна сказать, это, конечно, семена. Они должны в любых самых неблагоприятных условиях, когда температура поднимается в теплице, зашкаливает ее, может быть, там 50 градусов, и все-таки они завязываются. Значит, это такие семена. Вот мы сколько лет, допустим, выращиваем томаты. Синдал, халай, бэлли, всегда получается урожай. Вот новое, это крупноплодное, новое. Конечно, если бы я пустила в один стебель, да немножечко оборвала, они были бы крупные, там до 400-500 грамм. А так они грамм по 200. И посмотрите, какие помидоры. И завязывают все. Хорошие, ровные. Это измаил. Хотите крупноплодное, как мне говорят, посадите измаил, посадите якиманку, ивановец, и у нас все вырастет. Конечно, первое, на что надо обратить внимание, что семена должны быть устойчивы и к холодным температурам, и к высоким температурам. Что я не устаю говорить, обязательно теплицы должны быть открыты. Окон должно быть много, должно быть проветривание. Вот это главное. Это вот одна из главных ошибок. Это семена хорошие. Да, семена, агротехника, правильно выращенной. Рассада от этого тоже очень сильно зависит, насколько правильно выращивают рассаду. И проветривание. Конечно, и проветривание, но для этого надо учиться. И мы потихоньку с вами все учимся. Вот я хочу остановиться. Вот мы все любим помидоры-сливки. Да-да. Очень как-то они и по вкусовым качествам очень вкусные, и урожайные, и когда мы их консервируем, сливки самые хорошие. Вот я вам сейчас покажу сливки. Новая, которая называется Рева, вот лично я такого урожая еще никогда не видела. Так, это первый год вы посадили? Первый год. То есть не знали, что это такое? Да, ну я знала, что это сливка. Вот написано Рева. И посмотрите, в два стебля помидоры, посмотрите, какое количество. Нижнее снятое, все идет до верху. Вон самый верх, вон, и кисточка уже завязалась. Но здесь, конечно, не 14 кистей, здесь может быть 16, 18. Я даже не стала их считать. Так что не забудьте, это название, это Рева, это сливки. А рядом, вот мы только что смотрели, вот Измаил. У меня Измаила много, потому что, ну и вкусный, и урожайный. Вот он сидит, вот вам Измаил тоже, в два стебля. Вот один стебель, вон второй стебель. И урожай, как видите, налицо. Но все любят очень розовые помидоры, поэтому я очень хочу вам показать сейчас розовые помидоры. Вот посмотрите, розовый помидор, пингбол. Он не крупный, но по вкусовым качествам, конечно, он очень вкусный. Тем более, что все знают, что розовые помидоры всегда намного вкуснее, чем красные. Но это не крупный помидор. А сейчас я вам покажу очень крупный помидор, только розовый. Как, Людмила Васильевна, вы его прочитали? Турина. Турина. Вот давайте мы сейчас пройдем и посмотрим этот помидор. Вот это помидор турина. Вот, его можно так потихонечку сверху вниз показывать. Один стебель. А вот посмотрите, какой у нас второй стебель. Насколько, а это другой уже помидор, ну вот это вот турина уже такие крупные. Посмотрите. Елена Сергеевна, вы уже прищепнули? Ну, прищепнула я уже очень давно. Я прищепнула в этом году числа 15 июля, потому что мы их посадили до 9 мая, полностью высадили теплицу. На улице жарко, помидоры очень быстро выросли, и поэтому пришлось очень рано, это, наверное, до 15 июля, мы макушечку прищепнули. Вот видите, несмотря на то, что макушка была так рано прищепнута, они все равно очень сильно вытянулись. Вот рядом у меня эти кедышки. Это тоже измаил, это тоже измаил, который очень урожайный. Вот мы по пути идем к одному из растений. Это номерной, 1446, не знаю, как он будет называться, но, наверное, мы когда-нибудь об этом узнаем. Может быть, даже на следующий год его занесут в государственный реестр, и о нем нам расскажут, ему будет уже название. Это митридат. Всем знакомый митридат, который имеет очень маленькие междоузли, крупные и хорошо завязывает. Вообще, здесь очень трудно найти какую-нибудь хоть одну кисточку, которая у нас не завязалась. Вот, посмотрите, вот это пазан. Один помидорчик у меня упал, вот он, от этой кисточки. Ну, а дальше, посмотрите, вот это, это одна кисточка. И все они точности такие, вот они, как мы будем их поднимать, когда они все совершенно одинаковые. Вот рядышком стоит, вот у нас кисточки точности, такие же снизу и доверху. Очень хороший помидор. Но, Людмила Васильевна посмотрела на этот, а вот это у нас таганка. Ну, таганка, это считается, ну, один из самых лучших. Абсолютно все тепличные хозяйства сидят на таганке. Насколько ровненькие, одинаковые, да? Да, но оказывается, что у нас-то тоже, несмотря на то, что у нас очень маленький срок выращивания, 3-4 месяца, таганка себя показывает очень-очень хорошо. Если мы посмотрим ее с другой стороны, она еще лучше. Но не всем можно кушать красные помидоры, поэтому посмотрите, какие желтые. По урожайности они даже намного выше, чем самый урожайный красный помидор. Все увешанные, это называется, гуалдина. Вот они какие, созревшие. Посмотрите уже, какие красивые плоды у них. Орева. Вот где бы, в каком месте она у нас не росла, вот только завязалась, и уже посмотрите, какие крупные помидоры. И вот до верха уже, конечно, они все завяжутся. Ну, еще впереди у нас и сентябрь. Надеемся, будет теплый. Поэтому пусть на здоровье зреют. Особо мне в этот раз хочется остановиться о новых двух гибридах. Это Тобольск и Тойва. Это новые. Кое-кто уже попробовали их. В прошлом году мы немножко их пробовали, но как-то они не показали такой результат, как сейчас. Посмотрите, насколько вот это вот Тойва. Маленькие веждоузли. Прямо кисти ложатся на кисти. Вот этот вот ряд весь, это Тойва. А вот посмотрите, Тобольск. Вот Тобольск самое раннее. Рост у них, вот посмотрите какой. Ну, может быть, около метра. Поэтому, а урожай высочайший, крупных, сладких, хороших томатов. И чем они хороши? Вот ведь сейчас у многих очень низкие теплицы, поликарбонатные. Там стараются посадить невысокие. Вот вам, пожалуйста, индотерминантные. Пустите в два стебля и будете иметь. Посмотрите, какие помидоры. Елена Сергеевна, весной вы много говорили о детерминантных. Мы даже передачи с вами отдельные делали. Да, передачи делали и агитировали всех садить вот такие помидоры. Так вот, расскажите, что. Что получилось у нас? Да, что получилось. Вот, Людмила Васильевна, около вас это фаберже. Это помидоры, которые, я бы сказала, не детерминантные, они как бы полудетерминантные. Детерминантные они через 3-4 кисточки и вершкуются. А здесь 5-6 кисточек и вершкуются. Поэтому посмотрите, насколько они высокие. Но здесь нам не приходится прищипывать макушку. Это совершенно нам не к чему. Они сами вершкуются. А это помидоры флетчер. Но самые крупноплодные помидоры. Более крупных у меня из детерминантных, конечно, нет. Здесь вот этот вот помидор, он весит, ну, грамм 250-300. Урожайные помидоры, конечно, я советую обратить на них внимание. Мы сейчас смотрели помидоры Людмила Васильевна с вами Пазана. Так вот, я вам сейчас покажу помидоры Гаспачо. Детерминантные, но форма томатов очень похожа. Для детерминантных форма точности такая. Ну, может быть, чуть-чуть они поменьше, но точности такая же форма и точности такими же большими кисточками. Вот, посмотрите, сколько их очень на кустике много. Вот это вот помидоры деревьев. Это черри, это немножечко крупнее черри. Растут они настолько быстро, что очень сложно, конечно, за ними ухаживать. Поэтому они где растут в два стебля, где растут в три стебля. Но даже в три, и мне кажется, если они будут вырасти в четыре стебля, они все равно дадут такой высокий урожай. Очень вкусно. Я думаю, что это самое вкусное. Это черри черные. Вот они у нас какие. Их сейчас нам подснимут. Это твиксия. Видите? Рядом с нею, вот с другой стороны тоже их можно подснять, Это аксиния. Твиксия черная, аксиния красная. Вот это темп 904. Это оранжевая. Вот вытянутая митью. Видите? Это немножко вытянутая мини-сливочка. Любые черри надо выращивать обязательно, потому что я считаю, что мелкие, а урожай бывает, нисколько не меньше, чем у обычных томатов, даже крупноплодных. Но хотелось бы рассказывать больше, потому что сортов много. Каждый может выбрать по своему вкусу. Есть черные, которые называются новенькие, Наоми, есть красные, есть розовые, черри, крупные, мелкие. Самое главное, чтобы они были вкусные, чтобы они были урожайные. А так как они растут на наших грядках, то они еще и экологически чистые. Но по всем вопросам можно уже будет обращаться на выставку, которая начинается со 2 сентября. Первая выставка у нас будет урожая. Совместно с телекомпанией «Актиз». Я думаю, что будет очень интересно. А затем уже каждую субботу на площади Ленина. До свидания, уважаемые телезрители. Людмила Васильевна, большое вам спасибо. Вам спасибо, Елена Сергеевна. Спасибо человеку, который знает все о помидорах, умеет выращивать лучше других и знает все-все-все про них. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова